Я сколько не за макароны переживаю, а за салат, который я сложила. Мои часы говорят, о, вы молодец, у вас круг загорелся. Мы нашли клад. Я, блин, я не знала даже, если бы не знала. Позоворите громче. Всем доброе утро, добро пожаловать на канал. Доброе утро. Мы бежим на работу, нужно забежать еще в школу, отдать заявление и договор на школьный лагерь. Начинается с 1 июня школьный лагерь. Настюха хочет туда. Нужно будет сейчас передать. Кому передать, не знаю. Школа закрыта, сейчас будем ломиться. Рабочий день окончен, идем домой. Башка разрывается, и от толпы, которая у нас на работе, пишет учительница Настюхина. Типа, раскладушку завтра можно оставить на охране. Постельное белье подписать. Едем в лагерь, то, что мы сегодня утром относили, договора. Вот она написала, что раскладушку можно оставить на охране. И теперь ей вопрос. Раскладушку? Я так поняла, что нам надо принести раскладушку с постельным бельем. Вот здесь. Я, блин, я не знала даже. Если бы не знала, я бы не писала заявление на школьный лагерь. Мы сколько были в школьных лагерях, всегда раскладушки были в школе. Это колголы, да? Да, не знаю, что делать теперь. Покупать раскладушку? Самое главное, что нигде про это сказано не было. Позвонили только, спросили, что мы являемся бюджетной организацией или нет. Ну, типа, для бюджетников там скидка есть какая-то по оплате. И в итоге, что делать, не знаем. Это вместо скидки предоставься тогда, если... Тогда раскладушку подошла. Раскривушку. Да. Цел день ребёнок один дома сидит. Настюх, представляешь, в лагерь раскладушку надо. Какой? Я сама не знаю, какой. Дожились в лагерь раскладушку надо. Чтобы спать? Да, представляешь? Почитала сейчас чат, и действительно она писала, что детям до 10 лет нужно принести раскладушки с жёстким основанием. Нужно принести матрас, нужно принести подушку. И постельное бельё они уже приносят тогда, когда приходит первый день в лагерь. Я теперь сижу и думаю, настолько нужен нам этот лагерь, чтобы покупать раскладушку. Дело даже не в цене, а дело в том, что потом оно будет валяться, эта раскладушка. Пап, что делать? Да, они всяким же успехом будут сидеть. Дома скучно не будет сидеть. Что тогда, либо послезавтра поехали ехать покупать эту раскривушку. И матрас. Она не уточнила, какой матрас ортопедический? Раскладушка с жёстким основанием. Матрас просто в основе. Просто матрас. Ой, смех и грех. Ой, башка болит. Настюха хочет гулять, уже оделась. Чё, пойдём? Немножко погуляем. Ты на самокате будешь или на роликах? Давай сегодня... А, ты будешь со своей игрушкой. Ой, хорошо. А то, когда она на роликах, мне приходится рядом с ней бегать. Я бегаю с ней. У меня потом мои часы говорят. О, вы молодец. У вас круг загорелся. Вы сегодняшний лимит прошли. Пробегали. Калории сожгли. Мама столько не набирает калорий на работе. За полчаса обеда, который... Я с ней 20 минут перебираю дела. 10 минут. Быстро, 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 быстро. Всё в рот. Ой, монета пришла. Привет. Какая красавица. На Дженнифер лучше ты похожа. Давай, нашли мы место, которое более-менее мягкое. Да нет, ты просто семена туда пошкрябай. Да так не вырасти. Нужно по отдельности, чтобы корни ещё были там. Не надо. Настя, мы сейчас будем до утра сидеть. Просто бы вот так посыпали и всё. Тогда не вырастет ничего. Вырастет, вырастет, не вырастет. Это уже не нашу проблем. Мы посадили. Дай лопату. Вот видишь, сорняки. Вот они. Их надо выкорчевывать. Вот нет бы поехать на дачу. Ой, на дачу посадить. Нет, мы на детской площадке сажались. Недалеко от детской площадки за машинами. Ой, видишь, как я раскопала их хорошие. Участок. И сыпем всё сюда подряд. Можно вот так прям закопать. Мама, не надо. Что-нибудь да вырастет. Может, салатик какой-нибудь. Хрис-салат вырастет. Дождик польёт потом. Я поняла, как надо делать. Мне кажется, здесь кто-то уже что-то сажал. Потому что здесь слишком какой чернозём. Ух ты, смотри, что я нашла. Сургуч. Это сургуч. Это не монетка, это сургуч. Мы нашли клад. Мы клад нашли. Пластмассовый. Музей. Музей? Да. Музей этот. Тут рядом с машинками бегает. Тут рядом с самокатами бегает. Родители, я имею в виду. Тут рядом с коньками. Тут через забор тут летает. Настя, осторожно. Ты же девочка. Перемахнула через забор. Ну-ка, покажи. Ух. Вертушка. Всем доброе утро. У нас новый день. Я вырядилась на работу. По привычке напялила кроссовки. Очень они, конечно, хорошо смотрятся с этим пиджаком. И ты смеёшься. Туфли надо переодеть. Небритый. Чеснока вечером наелся. Один зубчик сверзал. Ты не виделись. Вот какие-нибудь дотошные приходили. И так вот, выгляни в окошко. И смешно. Что, Банюши? Позоворите громче. У нас был вчера такой сопливый вечер. У нас Анютка, у меня она меня будет ругать. У нас Анютка рассталась с парнем. Вот. И вчера так ревели сидели. Она в последнее время очень грустная к Надила. Но она говорила, что как-то там они поругались. Вот. Но она ничего не хотела рассказывать. Сколько она? Три-четыре дня там Надила, как привидение. Вот. А вчера выплакалась. Легче ей стало. Вот. И мы завтра с ней идём на шопинг. Ребёнка отвлечься. Да, надо отвлечься. Так что мы идём на шопинг. Обед сложили и оставили на столе? Или в столовке поедим? Возвращаться? Плохая примета. Пойдём в столовке макароны кушать. Ёшка, познакомка делай. В столовой пойдём макарон кушать будем. Я сколько ни за макароны переживаю, а за салат, который я сложила. Он же прокиснет, пока они проснутся. Ну, попозже сейчас Анютке всё равно позвонишь, чтобы она хоть... На столе оставила. Голодильник. У Анютки в колледже девочка с их группой заболела короной. Их опять высадили на дистанционку. А у них сейчас идёт подготовка к экзаменам. И вот как закон подлости. Вот как их сейчас будут готовить онлайн? Я не представляю, как они экзамены будут сдавать. Решили мы всё-таки взять раскладушку влаги. Настюха вчера вечером сидит, шутит. Мы говорим, где взять раскладушку, почём. И главное, куда её потом деть. Настя говорит, а что покупать? Вон кушетка, говорит, есть. Анюта всё равно ресницы не делает. Я буду на кушетке спать. Всем доброе утро. Выходной день. Хлеб печётся. Супчик варится. Поставила ещё вариться овощи. Хочу приготовить селёдку под шубой. Убираюсь. Перьев столько от этого попугая. Он то ли линяет, то ли чёлы сеет. У него перья прям летят во все стороны. Он чистит пёрышки и прям вытаскивает эти перья. Не знаю, что с ним случилось. Гаврюш, ты в клетку собираешься сидеть там, ворчить? Мы сейчас убираемся и хотим поехать в Вегас погулять по магазинам. Поднять настроение Анютки. Пока ничего не хочу говорить. Расскажу, если она сама разрешит. На днях я купила новую клеёнку. Хотя это тоже хорошее, но меня вбесят уже вот эти вот кубики. Хочу что-то такое нейтральное. Но вот просто чисто серые, допустим, клеёнки, чисто белые клеёнки почему-то нет. Есть прозрачная, но прозрачная как-то не очень. Она такая вот прям толстая. Её нужно вырезать прям под размер стола. И она без конца будет вот так вот закатываться. Поэтому взять такую, которая свисает, она будет торчать во все стороны. Взяла клеёнку более-менее такую вот. В общем, сейчас покажу. Это у меня стиралка закончилась стирать. Гаврюша подпевает. Вот такая клеёнка. Она вот прям действительно на скатерть похожа. Как будто даже вот видно, что это ткань. Но это не ткань, это клеёнка. Но выглядит прям вообще шикарно. Боюсь, что мне быстро надоест вот этот орнамент. Но пока нравится, пусть лежит. Потом ещё что-нибудь придумаю. Красиво. Теперь приятно будет кушать за этим столом. А эту клеёнку я не выбрасываю. Я её кладу в этот пакетик. Он уже знает своё настроение. Мне может это не надоест. Я опять еду постелю. У нас таблица умножения, деления. Настюха не очень понимает. Как двузначное число можно разделить на другое двузначное число. Вообще-то на единиц. И на единиц тоже. 8 умножить на 5 сколько будет? 8 умножить на 5 равно 40. Равно 40. 8 умножить на 4 сколько будет? 30. 32, Настя. Вот, значит, у тебя получается 4, 34 минус 2, 2, 4 и остаток 2. Поняла? 6. Гаврюша, не мешай. Он пытается ручку вытащить. Гаврюша, не мешай. Отпусти. Вытащил. Ах, попугай. Ах, попугай. И что ты с ней будешь делать? Она у тебя сейчас вывалится. Садимся обедать. Супчик получился как в рекламе. Прям с ленечком. Салат. Здесь без помидор. Манютка не хочет. А сюда я добавила себе помидорки. Хватит реветь. Не дается ей это деление. Все, приятного аппетита всем, кто за столом. Хлебопечка пропищала. Время истекло у нее. Хлебушек готов. Выключу ее из розетки. И хлебушек не очень поднялся. Ну, хотя это тоже нормально, потому что я сделала на полпорции. Сделала небольшой хлебушек, чтобы не оставалось, чтобы каждый день был свеженький. И в этой хлебопечке почему-то корочка не хрустящая. Вот та хлебопечка была до этой, которая сломалась. Вот у нее прям хрустящий был хлеб. А у этой нет, не хрустящий. Переворачиваем хлебушек. Внутри осталась эта лопасть, которая крутит, замешивает хлеб. Есть специальный крючок, который аккуратненько помогает вынуть эту лопасть. Хотя нет, я ошибалась. Минутку вот сейчас постоял на столе, и корочка становится хрустящей. Смотрите, какой он воздушный. Вот здесь видно, немножко тесто не промешалось. Надо убрать этот кусочек. Смотрите, какой хлеб красивый. Вот грех его сейчас с маслицем не съесть. Сейчас Настюхе помажут. И самое главное, что без хлопот, без всяких. Мы хлеб уже неделю не покупаем. Такой вот буханочки нам хватает на два дня. День через день готовлю. Во рту тая, да? Вот мой хлеб, с чем я ем. И супы, и каши. Это нутовые оладушки. Если на завтрак, можно сделать с медом. Вот я на завтрак делала с медом. А если так, просто хлеб заменять, то я делаю без меда. Просто немножко посолю. Если брать магазинные хлебцы, то это дороже выходит. И они все-таки такие. Иногда десна болят от них, они царапают десна. А вот это вот оладушки из нутовой муки печь. Просто милое дело. Они без яиц. Очень мягкие. Смотрите, тоже пористые. Чуть-чуть капельку соды добавила. Просто прелесть. И даже не скажешь, что это из гороха сделано. Вкус даже напоминает, знаете, чем там орехи, что ли. Я туда еще немножко ванилина добавила. Для запаха. Капелюшечку. Прелесть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...